я приветствую вас друзья сегодня у нас факт по программируем за номером уже 30 на сегодня у нас раз два три вопроса давайте переключимся на 1 и в общем то начнем отвечать и так вопрос номер 136 учитывая следующим образом в одном из предыдущих видео вы сказали что нужно разделять front-end и backend чтобы были разные репозитории это значит два хостинга ну во первых это я не сказал я я предложил это разделять то есть на самом деле для чего это делается есть у вас одна команда и они ведутся front-end и backend то какой смысл это разделять это во-первых во вторых если у вас две разных команды или одна допустим ваша другая на аутсорсе то конечно это нужно разделить и давайте сведемся тому что у нас все-таки есть какие-то тенденции движения до в сторону микросервисной архитектуры и теоретически существует вероятность что у нас и front-end и backend будут развивать разные команды или разные разработчики внутренней команды не важно чтобы они друг дружке не мешали предполагается что собственно говоря о фронт-энда и бэкэнда будут собственно разные солюшены в нем в которых может быть разное количество проектов разные репозитории в которой это будет solution хранится соответственно у каждого репозитория может быть свой связи сети то есть система доставки контента до конечного потребителя ну и я же говорил что может быть разная служба поддержки которые идут front-end будут поддерживать но это как бы уже нюансы соответственно бэкэнда все то же самое и таким образом получается что у нас вся сиди может выкладывать теоретически существует вероятность или даже возможность чтобы себя сидит и система доставки выкладывал это один репозиторий в разные места я таки реализации видал это нехорошо неплохо это немножко посложнее и с точки зрения настройки строчки с точки зрения поддержки самой инфраструктуры но обычно делается один связи день один репозиторий грубо говоря по отслеживанию каких-то веток запускается через триггеры через специальные механизмы автоматические проверка тестирование публикации в общем это нюансы поехали дальше то есть предположим что у нас есть два разных репозиториях которые могут выкладывать это собственно говоря на хостинг теоретически у нас это может быть один хостинг но таким образом нужно предположить что у нас два этих фронт-энд и бэкэнд два сервиса два объекта могут между собой каким-то образом общаться и теоретически фронт-энд может быть на одном ip-адресе у него порт может быть 80 а собственно греба кент может быть на другом ip-адресе и у него порт может быть 80 или еще какой-то другой порт теоретически это может быть один ip-адрес но у них может быть разные порты и тем не менее внутри независимо от того какую конфигурацию выберите у вас с фронт-энд и бэкэнд будут между собой общаться используют эти вот ip-адреса это первый вариант решения который в общем-то я предполагал когда говорил что может быть разные дальше можно говорить о том что у нас может быть несколько хостингов например два под хостингом я понимаю здесь ну например там рек.ру или ник.ру да или там в общем его количество хостингов на самом деле разные и суть вводится к тому что он может быть как windows хостинг так и linux хостинг так и в общем-то и веб хостинг когда только ваша папка в доступе так и целый в ds то есть здесь как он неважно забыл как называется то есть когда выделены dedicated сервер который собственно говоря может внутри которого вы можете настроить разные варианты в общем публикации ваших сети из разных репозиторий то есть существует тому что все равно нельзя чтобы фронт-энд и бэкэнд который лежат разных репозиториях публиковался в один и тот же опять они не смогут просто между собой общаться в противном случае никакого разделения не будет это будет один собственно говоря проект в который будет выгружаться и подключаться сам к себе грубо говоря да если так можно выразиться ну а если это будут разные тогда им нужно как-то между собой общаться и это общение будет происходить на уровне айпи адресов на уровне даже если хотите ccp айпи то есть более глубокий туда вот если погружаться подробности но это собственно говоря неважно если говорить про хостинги разные то у нас так или иначе себя сидиму публиковаться на разные хозин кит опять же дает некоторую гибкость вы можете в любой момент поменять хостинг не весь то есть перенастраивая все сети для всех ваших проектов для всех ваших микросервисов в данном случае их два а каждый можете настраивать конкретно под новый хостинг что-то понравилось на новом фронт-энд там лучше работать переключили в общем то если говорить про то как это может работать и так может работать им таким образом как вариант есть тут появляется гибкость до сложность потому что в общем-то настройку инфраструктуры вам придется делать ваши девопсы ну или вы в роли девопсы должны быть немало поработать тем не менее это вот примерно как-то так ну и вопрос номер 137 насколько сильно медиатор замедляет проект нужно ли его вообще использовать друзья на самом деле я уже не раз говорил что медиатор это еще одна прослойка между вашими данными и собственно говоря интерфейсом пользователя это вот если совсем грубо абстрагировать то есть грубо говоря если вы идете на базу данных берете какие-то данные начинаете их обрабатывать при ну для этого вам нужно допустим идите фреймворк который сам по себе дополнительная прослойка теоретически если упростить все то можем сказать следующим образом вы на юае нажимаете кнопку юая отправляет на бэкэнд какой-то запрос этот запрос контроллер или в пейдж или просто там я не знаю как это хендер генерирует какой-то объект например искать коннекшен выполняет его запрос непосредственно базу данных возвращает результаты рисуется на юай вот в эту прослойку можно запихнуть большое количество прослоек если так можно выразиться которые будут где-то упрощает где-то может быть у ускорять вряд ли до замедлять в любом случае проект а упрощать разработку до 100 процентов например антифреймворк или там любой другой орг который является непосредственно посредником да простите кламбу между вами и то есть между бэкэндом да то есть конечным допустим и пи и базы данных то есть вы на себя он берет функции по кэшированию функции по сервизации десерилизации отслеживанию общем-то полученных объектов из база данных он много чего делать так вот медиатор это одна из прослоек которая позволяет вам ну посмотрите тут если честно говорить на самом деле много чем позволяет эти просто нужно иметь пользоваться понятно что внедрять медиатор ради медиатора ради какой-то прослойки особого смысла нет теоретически существует вероятность что на простых сервисах вам это вряд ли потребуется речь идет о том что такое понятие как диди думает древний дизайн она подразумевает сложные проекты да то есть диди натянуть на простой проект во первых смысла нет хотя и натянуть на самом деле не просто для того что потому что для того чтобы реализовать его основные аспекты этого диди диди думает длинный дизайн да нужно будет приложить немало усилий написать дополнительную гору кода сложных объектах это гора кода уже существует и где диди позволяет но так сказать стилизовать до разработку да то есть она не конкретно говорят пишите здесь вот это потому что это большая абстракция а она как бы приводит к определенную стиль разработки вводит в какие-то рамки разработчиков в том числе и не только разработчиков но и системных аналитиков это позволяет своим образом масштабировать в будущем приложение которое подается управление так вот медиатор на самом деле самые простые проекты медиатор не требуется и да медиатор действительно замедляет проект ну как минимум вам потребуется больше кода потому что нужно будет реализовать и во вторых вам у вас не будет востребовано те фишечки так сказать которые этот медиатор предоставляет медиатор свой пайплайн который очень четко может масштабироваться в разных ипостасях это начинает транзакции заканчивая там системы логин то есть вы можете вклиниться в пайплайн и подменить его своим собственной обработкой это может быть как часть бизнес логики хотя на самом деле не очень рекомендуется вот в этот пайплайн втыкать бизнес логику но дополнительной обработки всегда за в общем еще раз отвечаю на вопрос насколько сильно замедляет нет не сильно то есть те плюсы которые он дает они значительно выше чем то насколько он замедляет по моим подсчетам по моим тестам медиаторы замедляют то есть один запрос в среднем 60-90 миллисекунд занимает на обработку опять же в зависимости от сложности запроса но если все запихнуть медиатор начинает там от логирования кончая там допустим транзакционными какими-то обработками да это будет больше замедления если просто чистый запрос выполнить вы практически не заметите его присутствие там 20-70 миллисекунд на один реквест в общем-то это как бы ну с учетом того что это кэшируется это в общем-то ни о чем нужно ли вы использовать зависимости от того какого большого размера ваш проект насколько сложна в нем бизнес в нем бизнес логика как вы собираетесь масштабировать ее то есть какие будете вбивать дополнения как часто в общем медиатор позволяет улучшить масштабируемость или возможность масштабируемости проекта на простых проектах его естественно использовать не нужно другое дело что все простые проекты иногда перерастают большие но это уже как бы отдельная песня мы будем петь потом итак вопрос номер 138 звучит на стиль чем образом говорят что веншал консистенции это зло для пользователей верно и почему друзья на самом деле вечном консистенции это такой интересный паттерн который в общем-то работает по общему признаку давайте так смотрите веншал консистенции для примера я могу вам привести такую штуку как dns то есть думаю name сервис это когда у вас много компьютеров во всем мире их миллионы и миллиарды да и есть такая думая нами сервис который отвечает за преобразование ip адреса в название так удобно читаемая для пользы например колобонка . нет у него свой айпишник если вы наберете айпишник вы попадете на тот же сайт если вы наберете название колобонка . нет вы тоже будете на тот же сайт но вот этот вот сопоставление айпишника и с ним с именем как раз вот dns сработала и разрешила передать в общем-то ваш запрос на нужный сервер на нужный ip адрес существует к тому что в мире много айпишников много собственно говоря всяких придумывателей названий для этих самых серверов сервисов и или адресов интернетовских и как только какой-нибудь компания эти собственно говоря хост провайдеры они находятся в разных странах и нельзя одномоментно прописать колобонка . нет для всех серверов во всем мире поэтому это происходит в одном месте а в дальнейшем на основании правила веншин консенсации это вот эта запись о том что колобонка нет появился в сети зарегистрировался да какой пиш ник как айпи для такого-то сервера такой для такого адреса она потом разносится постепенно по всем dns сервером и собственно говоря на это уходит достаточно большое времени но с учетом до современных скоростей это достаточно быстро там 24-48 часов и это автоматически зона так называемая который dotnet колобонка . нет она передается на разные зоны dns и там прописывать цитаты то есть приходит согласованность в конечном счете то есть все в любом точке мира наберите колобонка . нет выпадете на мой блог и если это было допустим я только вчера зарегистрировал колобонка 1 . нет то это может быть доступно только в том месте зарегистрировал постепенно будет растягивается по всему в общем я ухожу в дебри давайте остановлюсь а так вешал консистенции это согласованной с конечном счете которая в общем-то влияет на то что не везде и не всегда данные будут актуальны давайте немножечко на комиксах попробую объяснить если у вас нет вечер консистенции у вас есть бэкэнт и фронт-энд вы нажимаете какую-то кнопку ну например как там сахар создать ордер вы видите перед собой такой как бы анимацию ну или например такую анимацию когда вы что-то там загружаете то есть от фронт-энда до бэкэнда летит буквально запрос и пока он летит туда-обратно вы видите вот эту анимацию которая говорит о том что вам нужно подождать потому что идет загрузка есть здесь плюс потому что никаких взаимокомбинации время коммуникации между микросервисами нет то есть фронт-энд отправил на бэкэнд здесь никакого зла для пользователей нет потому что микросервисов мало или собственно говоря один бэкэнд это есть микросервис грубо говоря если уж так абстрагироваться от микросервисной архитектуры когда есть eventual consistency то есть таких микросервисов которые обслуживают ваш один запрос их может быть два может быть три может быть еще больше и таким образом когда вы кликаете какой-нибудь выполнить команду на микросервисе один то собственно говоря все вот эти вот микросервисы начинают между собой общаться ну я не буду вдаваться подробности по какому принципу они общаются по разным протоколам http grpc там неважно теоретически они между собой общаются и данные передаются из одного в сервис другой это что касается запроса и в частности по консистентности то есть консистентности базы данных да то есть если у вас в одном месте ордер сохранился то он должен передаться в другую базу данных например согласовать на складе что-то чтобы под этот ваш заказ подготовили собственно говоря ваша база данных и таким образом зло это для юая только потому что вы не имеете доступа к этому микросервису или у вас просто этого юая для микросервиса и микросервиса 32 вопрос на не существует и вы просто не знаете насколько когда будет ваш готов заказ или частным примером этого может быть то что вы например заходите ну например на госуслуги да нажимаете кнопку там с получить справку очень там с пенсионного фонда и так как там задержу за стоп и так как там задействовано много всяких сервисов которые внутри делают расчеты там какие-то передачи что-то там обращение там не знаю много чего то вы не получаете сразу этот файл который там загружается впоследствии на ваш сервис с этими данными а вам выдают сообщение что вам будет отправлено на почту когда будет это готов это этот файл готов и собственно говоря или ссылка будет на его скачивание или там прислан уже сам файл но суть вводится к тому что это как бы такая отложенная да то есть то есть веншал это как бы отложенная грубо говоря комбинация каких-то манипуляций на сервисах или сервисе связанных с другими работами на других объектах взаимодействия то получается что вот один из вариантов решения проблемы это как раз просто перестроить свой интерфейс и принципе работы вашего приложения ну например в чем зло зло как раз в общем подытожим в чем зло в том что пользователь не видит внутренности работы которые могут выполняться отложено ну например создание ордера под или допустим делаете какой-нибудь заказ гостиницы booking он такой что вы не просто вылетать в какую-то гостиницу вам нужны билеты вам нужны там тур какие-то и для того чтобы согласовать все вот это вот в одну цепочку вот это вот все как бы делается в согласованности в конечном итоге когда все участники этой цепочки подтверждает свои собственно говоря намерение о том что будут обслуживать вас в процессе этой тур поездки и в конечном итоге вы получаете да галочку что все подтверждено но опять же если вы это будете ждать в реальном времени это может занять время это зло на то есть когда под пользователь просто привык в частности с версии web 2.0 так называемая есть высказывания когда пользователь сразу получает на клик ответ от сервера и раньше это выводилось реальном времени вы получали данные а потом вот этот web 2.0 дел такое понятие как там отложенная загрузка то есть вот этот вот аякс вот этот называемый ajax контролы появились тогда но и правда было давно и пользователь привык что по нажатии кнопки какое-то действие происходит и это как бы нормально человеческое решение что если он кликает кликает и ничего не происходит значит зависла но в общем то сейчас это как бы приучили пользователя и это теперь зло потому что кликнув на кнопку нужно пользователь узнать что это где-то будет готова через некоторое время в общем зло в том что нету одномоментного моментального ответа от ваших действий на в общем то на ваши действия ответ придет позже варианты решения как уже сказал это перестройка архитектуры например если вы загружаете какой-то файл который должен формироваться на разных серверах с разными доступами допустим там с разными проверками то нужно пользователю просто в юай до сказать что в ее вам будет прислана ссылка и вы потом скачаете или например что подтверждение придет вам электронная почта зайдите свой кабинет или ваш заказ будет выполнен ну в общем вы понимаете на чем я говорю я очень надеюсь что понимаете почему зло потому что не сразу потому что в конечном итоге согласованность может занять какое-то время и пользователь необычно не ждет почему еще зло потому что реализацию от этого процесса она сложнее чем сложнее коммуникации между вашими микросервисами тем сложнее их поддержка тем сложнее реализация это для пользовательского понимания на юай и решение как я сказал бывают просто нужно пересмотреть принципы построения вашего интерфейса и пользователя подготовить тому что на некоторые штуки он должен ждать есть в общем то и другие варианты когда перед тем как выполнить запрос выдается сообщение что ваше там решение будет там займет определенное время если хотите ждать ждите если нет в общем то получить уведомление то есть если пользователь говорит да хочу ждать и сидит там 7 часов ждет перед экраном монитора получает ответ рад готов в общем это как бы и веншил консенсации тут перекладывается на плечи пользователя хочет ждать пусть ждет ну и наверное на сегодня это все я вам напоминаю что для того чтоб получать уведомления подпишитесь на канал поставьте колокольчик поставьте лайки если вам видео понравилось но в общем то особое спасибо конечно же нужно сказать спонсором благодаря вам в общем-то этот канал существует и есть у нас telegram канал где у нас есть интересные опросы есть интересные задачки я думаю что если вы подключитесь посмотрите и вдруг вам понравится то в общем-то welcome достаточно сканировать qr-код ну и на этом наверно все буду с вами обращаться и пишите правильный код